у нас сегодня есть гости суббота у нас время гостей владимир янченко президент парка киевская русь и мы с вами сидит что князь владимир но это когда он находится на территории рапорта вверх скажите вот раз мы уже немножко вспомнили о команде какой штат огромное ли количество людей и все ли перевоплощаются вот в какие-то исторические такие личности ну те кто участвует в выходных и праздничных днях то да мы все костюмированы переодеваются штат зависит от вида праздника то есть у нас большие праздники есть очень большие праздники а и иерархия на действует вот то есть если вы князь вы можете позвать кого-то иди сюда челик челик да 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 у нас есть бояре и боярине на все бояры боярине так да у нас есть советники у нас есть конюши как бы там стременные так далее в общем то мы действительно играем в эту игру но игра достаточно интересно потому что в общем то мы и сейчас играем во что-то ну да слушатели это кстати и зрители там и выступающих поэтому костюмированное действие это обязательно и общем то мы где-то возрождаем в том числе и старославянский язык чтобы люди где-то как-то слышали как говорили тысячу лет назад почему мы стремимся погрузить другими словами всех в атмосферу древнего киева это увлекательно интересно как бы психологически расслабляющие это патриотично потому что туда там молодежь особенно детки они понимают что такое их не родина почему ее нужно защищать вот смотрите раз мы сейчас уже вспомнили о каких-то событиях для того чтобы за дни рисовать наших слушателей что конкретно я могу увидеть то есть какие-то постановки боев каких-то что я увижу в парке ну например 25 26 это у нас будет день крещения руси память это к большим праздникам это относится к большим праздникам всех приглашаю ну например например начнется с пол второго это будет парад участников вы из князя из михайловских ворот на вас собственно говоря меня бояры 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 так сказать древние жители киева и в общем-то и микс 10 века 13 15 17 века потому что мы таким образом показываем именно вот этим парадом это как такое массовое шествие всех участников к чему привело христианство то есть и как начала жить наша страна доходя до современности одна крещение нужно приходить в обычной одежде или все-таки нужно брать собой что-то такое запасной на всякий случай могут еще катить водичкой скажу так можно и в обычной можно брать запасное потому что чем у нас заниматься у нас можно найти в нас есть и озеро где можно искупаться это можно взять так сказать купальники и полежать на песочке потому что жарко будет но опять таки продолжаю в обед мы делаем массовое шествие пост там барабанщики будут танцовщицы ну и так далее ты целое действие так сказать славим князя славим императора византийского который дал нам возможность принять христианство кстати надо отдать им должное все-таки с ними родственные души в этом плане вот будет византийская принцесса за которую который вышла замуж за князя не ваша жена статьи не моя до я холостяк это мне легче и дальше будут театрализованные действия которым мы будем зрителям показывать как происходило крещение какие были сомнения у князя владимира при выборе христианство как главной религии государственной выступление конного театра театра каскадеров различные именно такие трюковые действия вечером у нас будет театрализованная постановка взятие точнее падение херсонеса и князь владимир что факт в истории когда князь владимир пошел в херсонес и дабы ему византийский император отдал свою дочку которую нам обещал ему пришлось таки захватить херсонес то что византийский император был обманщиком и в общем то не очень-то он хотел родниться с князем владимиром поэтому эту постановку в ночном виде мы с факелами с лошадьми это массовое действие стреляние огненных требушет такие большие катапульты которые бросают огненные шары факела на территории парка все безопасно да абсолютно верно да потому что вы сейчас заработать требушет и да да есть мы за этим это наша одна из основных в общем то требования и к себе и к зрителям поэтому это все театрализовано безопасное действие но очень зрелищно потрясающе ну заинтриговать сто процентов смогли конечно же актуального просто возник до любой зрителей и у нас уже саша возник цена вопроса цена вопроса но на вот эти дни 25 26 это 150 гривен сегодня на лет для пенсионеров 50 процентов макс для тебя смотри для детей школьного возраста 30 гривен и там есть смотреть надо на страничку парка киевская русь там есть те кто хотят дешевле те кто не хотят дешевле но например те кто приходит на в костюмированной в исторических костюмов нас тоже для них особые льготные условия там и так далее класс скажите пожалуйста ну я так понимаю что помимо всех театральных действий так далее и тому подобное на территории есть какие-то реконструкции репродукции как забегаловка и хорчевин каких-то да там их до конца это всегда переживает когда он идет где вы поесть где вы его поесть а потом ему интересно где бы еще и поспать если понравится это безусловно покушать у нас можно средневековая корчма где кормят средневековой едой а например это мясо с особыми соусами с особыми без специями которые достаточно вкусно интересно попробовать но я бы сказал неплохо неплохо валюта гривна или нас об этом четвертые брать какие-то как договориться конечно можно по разному у нас есть интересная как бы для зрителей и гостей киева те кто к нам приезжает это хорошие музеи мы открыли именно такие познавательные у нас прекрасный музей выставка исторического костюма где мы можем увидеть знатного скифа кстати единственное место где точность до деталей реконструировал знатный скиф там 3 5 века до нашей эры кстати владимир по поводу детали вот очень важный вопрос который меня лично интересует недавно вернулся из турции и был есть такой регион потом помукали вот как гора там и так далее и нас туда привезли туристов и рассказ вот здесь у нас тут ванна афродиты сама афродита здесь там купалась но честно я зашел и первое что меня отбросилось глаза мне вот как будто вот развод для туриста то есть все сделано первых во все платно и все очень искусственно как-то сделано и у меня и принципе у большинства людей возникает сомнение что правда здесь было афродита вот ваша реконструкция ни на чем основываться то есть правда ли вот так выглядел киев то есть или или это фантазия то есть откуда достоверность данных скажем так я сам кандидат исторических наук или слова да но в то же время у нас есть исторический клуб куда мы пригласили именитых ученых которые занимаются на скал всю свою жизнь сознательно и не сознательно и именно истории и археологии древнего киева и киевской руси научным руководителем у нас является глеб юрий чувакин это заместитель директора института археологии нам украины под его руководством но еще рядом с ним сидят ряд именитых мужей так бы их сказал которые как я сказал всю жизнь свою отдали именно истории древнего киева и киевской руси мы обсуждаем абсолютно все детали после того когда вы приняли консенсус как должно быть мы начинаем проектировать и после этого строить поэтому все что у нас сделано это реконструкция воспроизведение древнего киева 10 когда существует весь проект начали с 2003 года но активным и наверное последних лет восемь но очень активны последние года четыре и вы расширяйтесь я так понимаю с каждым годом скажем так мы стараемся не стоять на месте то что например в этом году мы впервые открыли для посетителей музей деревянного зодчества киевской руси сегодня у нас очень интересный гость и вы в этом сможете убедитесь если только что присоединились к нам с нами сегодня владимир янченко он президент такого вот парка киевская руси о котором мы сегодня не только говорим о чем обязательно посмотрим но это будет немножко позже владимир мы остановились на том что мы а поговорили о том что на территории есть несколько музеев вы назвали один музей я назвал второй музей поэтому хотелось бы более конкретно что за музей чем они интересны и расскажите действительно музей и выставки это наша гордость потому что там можно посмотреть то что было в средневековые времена в древнем киев вообще на территории киевской руси как жили люди чем занимались ну например музей костюма козерского можно увидеть с кифы там богатого с кифа причемples ко у нас единственная реконструкция точная реконструкция СКИФа 3 5 века до нашей эры тоже что считается наш проппропропропропропропро дедушка так сказать который в общем-то влил кровь киевскому именно реконструкции алились какие-то вот настоящий какие-то стадки я же говорю про музей костюмы это реконструкция да эта реконструкция Потому что фактически с того времени мало что сохранилось Именно в таком полном объеме Когда говорят, что что-то есть На нашей территории этого нет Но именно по реконструкции Можно посмотреть Развитие военных доспехов И гражданских костюмов Точнее 5-6 век 3-5 век до нашей эры 3-4 век нашей эры 9-10, 10-13, 13-15 Примерно вот такую эпоху мы захватили Для того, чтобы можно было посмотреть Приходите, увидите Это гордость наша, которая есть чем гордиться Нас с Максом вы вообще можете уже не уговорить Мы уже едем Второе у нас есть тоже выставка Музей, это музей деревянного зодчества Где можно ознакомиться Что такое дерево И как с ним работали наши ремесленники Плотники, столеры То, что в современном названии Как строились деревянные конструкции Что такое, например, положить бревна В облое или во хреб Ну как бы Куда, простите? Ну вот первое Это можно увидеть на примере То стоит И показывать, как это вот складывалось Есть и на примере А в самом музее Есть как бы специально выставленные экспозиции По которым можно посмотреть В том числе мы договорились Подольской экспедиции Института Академии наук Украины И у нас есть ряд Оригинальных экспонатов Маленьких, именно деревянных Которые мы взяли на сохранение Вот у нас здесь кусочек дуба Например 10-11 века И для тех, кто верит, что дуб Это священное дерево Можно положить на у него руку Но и люди говорят, что сбываются мечты Так с эти болезни уходят Но так говорят, а мы от этого не отказываемся Когда дотрагиваться в музеях Можно Это вообще очень приятно Потому что одно дело Вот посмотреть Там с расстояния 5 метров Другое дело Вот дотронуться И поверить в то, что действительно Это дуб Вот того столетия, которого сказали У нас есть выставка-музей кораблестроения На нашей территории находится ладья Боевая ладья Именно реконструкция боевой ладьи 9-11 века Которая прошла длинный маршрут Из Варяг-Греки Научный руководитель Это Сергей Воронов Который совместно с нами Так сказать, именно занимался Этой реконструкцией Это ладья на сегодняшний день стоит Ну, день стоит у нас в парке Под крытым навесом Называется «Князь Владимир» И рядом с ней Большая часть Да, мастер-класс По изготовлению различных деревянных изделий Где может наш современник Взять топор, взять пилу Там специальные инструменты С помощью которых Обрабатывалось дерево того времени Знаете, это очень круто Когда вот своими руками Можно что-то сделать Я вот недавно был Ну, как недавно В том году был в Пирогово И мне разрешили там Слепить гладчик Своими руками Это настолько захватывает Я представляю, когда можно вот прийти Что-то еще своими руками сделать Это круто Класс! По-моему, у вас еще есть Вот вы все никак не скажете о конюшне Она какая-то особенная Первый живой музей Да, конюшня это тоже Я говорю, у меня много чего могу сказать Времени, к сожалению, мало Поэтому еще раз добрый день Всем киявлянам Да, кстати, зря Времени у нас достаточно Мы вас никуда не пустим Да, и безусловно Одна из наших Не безусловно Может, мало кто знает Но мы это сделали Это первый в мире Живой музей лошадей исторических пород Вот я так Живой музей лошадей исторических пород Вот в этом заложена Суть этого музея Именно исторические породы лошадей Собраны в княжеской конюшне Древнего Киева Опять-таки, для того, чтобы Как вы уже поняли Тематика Показывать современникам Что такое древний Киев Того времени И в том числе Лошадь это Ну, как обязательный атрибут Безусно Которые можно увидеть Потрогать Покататься на них Как бы Сделать прогулку По лесу Или не по лесу Ну, и в то же время Тот, кто боится Погладить ее Там накормить морковкой Может просто сфотографироваться Да, ну, просто сфотографироваться Но Поверьте, это как Ну Это очень здорово Тут лошади От мала до велика Там От ослика До большой шайры Которая считается Самая большая лошадь Высокая в мире И якобы на ней Ричи Длинное сердце Там ездил в свои походы В крестоносное время Даже так Хорошо Смотрите Я задавал вопрос По поводу еды Мы тут все выяснили Тут еще вопрос По поводу проживания Насколько мне известно Есть возможность Остановиться у вас там И, собственно Можно, в принципе Устроить себе Такой тур В Древний Киев На неделю Отправиться Согласен Владимир Я тебе больше скажу Тебя даже и жить пустят Если будешь помогать Как говорится По выходным Я могу Я могу за лошадьми смотреть Ну, тогда уже договорились Тогда мы вас С нашу княжевскую Конюшню Уже записали Спасибо Да, ну, действительно Мы на территории проводим Корпоративы Всевозможные дни рождения Свадьбы у нас на сегодняшний день Молодожены любят гулять Костюмированные, наверное И костюмированные Разные На самом деле И современные И костюмированные Мужчины признаются Женщинам своим в любви Например, мы его одеваем В доспехе Она его не видит Он за ней ухаживает Она его отталкивает Правильно делает А когда он снимает С себя шлем Она понимает Что это ее мужчина Вау А он понимает Что она ему была верна Все это время Пока он ходил Так сказать Занялся Ну, то есть Различные локации В виде там квестов Каких-то Каких-то соревновательных Моментов И, безусловно Когда наступает вечер Кто-то интересуется Можно ли остаться Да, можно остаться У нас здесь гостиница Где можно В комфортных условиях Поселиться Хотите на день Хотите на два Хотите на три Шикарно То есть Для этого нужно Просто захотеть Поэтому Все, кто хотят Именно провести Хорошо время Или двое Или компания Из десяти человек Или сто человек Или тысяча человек Мы всех приглашаем Сейчас лето Классная пора Для проведения отпуска Вместо того, чтобы ехать Ну, в какие-нибудь Да, привычные Стандартные варианты Тем более Некоторые варианты У нас Мягко говоря Отобрали Вот Классная альтернатива Путешествия в прошлое Вместо Турции Кстати говоря Ну, как вариант Да Скажите А вот Опять же Сезон Сезон Влияет На вашу деятельность Или вы Зимой И осенью Раньше Влиял Уже Второй год Мы Независимо От зимы Мы сделали Благоустройство Дороги Канализации Воду Свет И так далее Поэтому В принципе На сегодняшний день Мы Тьфу Тьфу Уже Начали работать В зимний Период Времени Класс И скажите А зимой Есть люди Есть Да Я думаю Сани Какие Дома Катал Снега К сожалению Не так много Но когда снег есть У нас Обязательные Сани Кстати У нас Обязательные Как сказал Независимо От погоды Все кто Меня слышит Независимо От погоды В парке Киевская Русь Все равно Проходит Все то Что написано У нас На сайте То есть Дождь Не дождь Не влияет Да Не влияет Потому что Древний Киев Жил в любую Погоду Классно Я думаю Что так Лучше Один раз Увидеть Чем сто раз Услышать Но сделаем Маленькую Паузу Только после этого Посмотрим Маленький Договорились Очень незаметно Для нас Пролетел этот час И у нас сегодня Гость Владимир Янченко Он Директор Президент Парка Киевская Русь Ну и по совместительству Как мы уже сказали Князь Киевский По субботам И воскресеньям Так обычно происходит Мы сегодня говорили О разных моментах Этого парка Мы говорили о том Что на территории Огромное количество Музеев Огромное количество Интересных вещей Которые можно посмотреть Замечательно отдохнуть Узнали Что, сколько Где, чего стоит Но наверное Очень важно Сказать о том Что это Не только коммерческий проект Это очень важный проект В том плане Что собственно Киев это тот город С которого начиналась Восточная Европа И он имеет Огромное историческое значение И наверное Говорить о нем Еще можно очень долго О этом Киеве Но наверное Один раз Лучше увидеть Своими глазами Что же Получилось у Владимира И его команды Как они смогли Это реализовать Правильно я говорю? Правильно я говорю Поэтому Владимир С вами принес Небольшой подарок Это небольшой Видеосюжет Который мы прямо сейчас С удовольствием С вами и посмотрим Поехали Древний Киев Древний Киев Город Влияние которого На развитие Мировой цивилизации Трудно переоценить Более тысячи лет Тому назад С древнего Киева Начиналось Могущественное Государство Киевская Русь Но и сегодня Каждый Может прикоснуться К истокам Украинского народа Увидеть Какими были Наши предки Как они жили Узнать Во что верили Древний Киев На несколько дней Оживает В уникальном Парке Киевская Русь Здесь каждый год В конце лета Проходит Международный фестиваль Былины Древнего Киева Это самый большой Фестиваль Европы С воссозданной Историей Культуры Киевской Руси С 9 по 11 Столетия Грандиозное мероприятие Которое Невозможно Пропустить Зрелище Которое Заряжает Патриотизмом Гордостью За свой народ И свою страну Мы Приоткрываем Дверь Далеко Забытое Прошлое Подтягивая Наш имидж Именно до того уровня Каким он был Тысячу лет назад Древний Киев Был не только Городом Мудрых князей Смелых воинов Но и умелых Ремесленников Гончары Ткачи Сапожники Кузнецы Ювелиры Гости фестиваля Былины Древнего Киева Могут открыть Для себя Секреты Старинных Технологий Производства И не только Открыть Но и научиться Что-то делать Своими руками Или купить Оригинальные Сувениры На любой вкус На ярмарке Мастеров А еще На этом фестивале Можно увидеть Как одевались Жители Древнего Киева Какой была Мода в те времена Особая гордость Древнего Киева В парке Киевская Русь Княжеская конюшня Здесь можно увидеть Первый живой Музей лошадей Исторических пород Разнообразие Впечатляет У гостей Фестиваля Также есть Возможность Покататься На этих Уникальных Лошадях А когда Трибуны Заполнены Зрителями Начинается Главное зрелище На ресталище Выходит Витязи Они демонстрируют Исторически достоверное оружие И амуницию В бою Проявляют свою силу И сноровку Здесь можно посмотреть На реконструкцию Разных вариантов Исторического боя Одна из лучших Площадок Вообще Лучших фестивалей Не только Среди России И Украины Вообще В Европе Потому что Сам проект Тут большая крепость Пожалуй Самая большая Из известных Здесь Есть возможность Встретиться с ребятами Которых Больше нигде Не видим На фестивалях А еще Гостей ждет Конно-трюковое шоу И многочисленные Театрализованные Постановки Гости Древнего Киева В парке Киевская Русь И сами Могут стать Участниками Увлекательного Средневекового Праздника В исторической Костюмерной Они могут Перевоплотиться В образы Мудрых князей Бесстрашных воинов Гордых княгин И очаровательных Боярин Можно пройти Мастер-классы По древним Боевым искусствам Научиться Владению Мечом И копьем Метанию Ножей И топоров Стрельбе Из лука В средневековом Тире В древнем Киеве Очень красиво Вечером По всей территории Зажигают Факелы И костры Это создает Романтичную Загадочную И захватывающую Атмосферу Богатыри Восстановив силы Последневных Поединков Готовы Вновь Ринуться В бой Вечером Гостей ждут Массовые Ночные бои Стрельба Горящими Ядрами Из древней Метательной Машины Требуше Огненное Шоу Этнодискотека И фейерверки Фестиваль Былину Древнего Киева 9-11 Веков Это захватывающее Путешествие Сквозь столетия Море впечатлений И прекрасное настроение Неповторимое И зрелищное Шоу Фактически Это популяризация Нашей страны В таком Сегменте Любителей Туризма Любителей Боевых Искусств Любителей Адреналина А таких людей Наверное Полземного Шарится Побывав На фестивале Былины Древнего Киева Каждый Может ощутить Живую Историю Понять Кто мы Украинцы И откуда Наши корни А зная Свою историю Уважая Славу И культуру Предков Можно Уверенно Строить Своё Будущее Своё Государство Вау Я вот точно Закрывался Вау Да Просто Глаза Ну Близ Вы много Чего Рассказывали А тут Прям С визуализацией Очень круто Владимир Один такой момент Хотелось бы уточнить Наверное Для тех Кто уже Собирает Вещи Для того Чтобы ехать Конкретно Для меня Скажите В ближайшее время Что будет Проследить Такой маленький Анонс Что будет Завтра Вот я Завтра Собираюсь Ехать Что завтра Увижу Ну Сегодня Завтра Это у нас Тур выходного дня Так называемый Поэтому все те Кто хотят Релаксировать Увидеть выступление Конного театра Театрализованных Постановок Вообще О древнем Киеве То просим У нас будет хорошо Программа начнется Вот сегодня С пол второго До Десяти вечера Завтра У нас Пол второго До Где-то Пол восьмого Вечера Маршрутки Ходят с метро Выдубичи Те кто не хотят На своей машине Ну а кто хочет На своей машине Смотрите Это вы за машину Намекнули Потому что там Можно еще Отведать Наверное Каких-то Древних Безусловно Напитков Да У нас медовуха Есть Как бы Прекрасный Напиток На самом деле Чистый мед Но очень приятный Всем нравится Класс Скажите пожалуйста Это то что То что касается Маленькие Ну небольших праздников Да А вот вы говорили О больших праздниках Вы говорили О крещении Когда Да Вот крещение Это следующие Выходные 25-26 число Действительно Вы очень просили Кому не безразлично Вообще Вот наш исток И мы хотим быть Единым государством Как раз вот это крещение Это и есть то что Нас объединяет всех Всех нас объединил Некто князь Владимир Хороший он был Плохой Разное мнение Он на нас объединил Это наш проотец Который так сказать Сделал для нас Наше государство И сделал нас Православным государством В своей основе И кстати толерантным По отношению Ко всем другим религиям Надо отдать этому должное Это точно Да И вот это 25-26 числа Это суббота Воскресенье Когда Представление Мы должны быть все вместе И в общем-то Если у вас Не рабочее время Приезжайте Получите массу удовольствий Так сказать Той энергии Того действия Что мы будем делать Мы будем выстраивать Цифру 988 Это дата Крещения Крещения Руси Да У нас много будет Интерактивов Так сказать Какие-то призы Разыгрываться Ну и главное Мы погрузим вас В то далекое время Именно в ту эпоху Когда жил князь Владимир Владимир Мы от всей нашей команды Хотим вам сказать Огромное спасибо И не только за то Что вы пришли К нам сегодня в гости А за то Чем вы занимаетесь Что вы делаете В принципе в целом Не только для Просто людей Но и для украинцев И для этой страны И для нашего народа В целом Хотелось бы напомнить Что с нами был сегодня Владимир Янченко Он президент Парка Киевская Русь Ну и спасибо Спасибо за то Что заглянули Спасибо вам Спасибо князь Владимир Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok